Продолжение следует... Если все-таки вы не знаете, какие у вас планы насчет генеалогии, вы хотите попробовать и, в общем-то, открыто к этому вас это сильно интересует, либо вы вообще планируете заниматься этим на постоянной основе, то я все-таки рекомендую обратить внимание на Грамс. С момента видео, о котором я упоминала, вышла пятая версия Древа Жизни и вышла пятая версия Грамс. Так случилось, что у них совпала нумерация версий, только версия Грамс пятая сейчас еще в состоянии бета. Она вышла только, если я не ошибаюсь, в феврале 2018 года и еще даже недоступна на официальном сайте. Я, например, скачала ее откуда-то со стороннего ресурса, хотя и популярного, известного. Потому что, собственно, понятно, почему ее нет на официальном сайте, потому что она еще немножко глючит. Так вот, почему же нам интересен Грамс? Во-первых, он постоянно обновляется, постоянно. То есть он очень отзывчивый на обновления, он обновляется частями. Кстати, для программистов, наверное, будет интересно, что Грамс написан на языке Python. Для людей далеких от этой темы скажу, что Грамс запускается на всех операционных системах, на Mac, Windows, Linux и еще таких, о которых мы даже не слышали. Еще самый такой основной плюс Грамс в том, что у него максимум возможных функций, которые вам вообще, в принципе, на данный момент могут потребоваться от генеологической программы. Гибкость – это основное отличие Грамс от других программ. Иногда даже говорят, что эта программа чересчур гибкая. То есть, знаете, слишком много вариантов учтено и ваших возможных пожеланий, так что даже иногда от этого тяжело разобраться. Я, кстати, с этой точки зрения не согласна. Действительно, есть такое. Плюс Грамс также в том, что он полностью бесплатный. В нем очень много возможностей для построения отчетов. Отчеты в виде веб-сайта в нескольких вариантах, текстовые отчеты, графики. Ну, в общем, для работы это невероятно удобно. Если вы, опять же, используете просто генеалогию для развлечения, там, разу куда-то открыть, посмотреть, то, конечно, вам более удобно в этом плане будет древо жизни, потому что этот привычный вертикальный вид древа, такой очень наглядный, он там реализован лучше. Но если вы сталкиваетесь с постоянным понесением материала в программу, источников, копий, каких-то соотнесений разных фактов, работы с несколькими семьями одновременно, сравнивая события, которые произошли в одну семью в другое и так далее, то, соответственно, вы оцените, я думаю, в гораздо большей степени вот эту вариативность отчетов из граммс, текстов, в первую очередь. Казалось бы, это очень простая функция, текстовые отчеты, это не что-то сложное, но это то, что чаще всего нужно в работе. И, конечно, плюс еще граммс в том, что это офлайн-программа, там есть в том числе настройки конфиденциальности, но тот факт, что это офлайн, это уже значительная безопасность ваших персональных данных. Потому что, возможно, вы слышали про эту новость, когда гений Комму разрешил использовать для исследования одного из ученых, условно-британских ученых, данные своих пользователей, и, в общем, в этом нет ничего странного, потому что это прописано в соглашении. Но, тем не менее, это значит, что те данные, которые вы вносите в публично-пространстве на сайты, таких как Махерит или гений Комму, они могут быть использованы для разных целей, и они могут повлиять на то, для чего они будут использованы. В общем-то, от вас и не будет, но вроде как-то так считается. Например, от меня не было из-за того, что мои данные на предках использовались. Но как-то все равно не очень приятно, а садочек остался лично у меня. А вот Grams лежит у вас на компьютере, никто эти данные не тронет, а если вы печатаете отчет, вы еще можете исключить личные данные, которые вы пометили, как личные, и напечатать все древо за исключением вот этих личных данных. Перед нами абсолютно чистое древо. Только что создала специально без персон, чтобы внести заново. Вносим имя. Фамилия. Давайте какую-нибудь более красивую букву. Да что ж такое-то. Это у нас будет мужской пол, то есть отец. Здесь сразу попробуем внести рождение. Допустим, Юлианский. Допустим, если вы еще не включили на этот момент скорость умножить на 2, такую, как в 2 раза ускорить в YouTube, я очень советую, так быстрее будет смотреться. Да что ж такое-то. А, у меня что-то здесь отключено сейчас. Так, 1000. Так, окей. Место деревни входит в, соответственно, район. А район, в свою очередь, входит в каком-нибудь с другим названием область и так далее, вплоть до страны. Как вы видите, перемещаться можно не только из основных левых полей, да, то есть где у нас можно отдельное место внести и потом прикрепить его к человеку, но можно из одной из вкладки персоны переместиться по всем, по источникам, по заметкам, по местам, без лишних телодвижений. Это очень удобно на практике. То есть вы не совершаете двух лишних движений, и это вам экономит в итоге час времени, условно говоря. Если мы знаем, а мы, как правило, если вносим, то знаем, откуда мы получили информацию о этом событии, то мы выбираем источник. В данном случае у нас нет источника, поэтому мы его создаем. Допустим, это будут метрические по какой-либо церкви, да, но мы их так назовем. Добавим хранилища. Мы знаем, что это метрическая книга, то есть рукопись, скорее всего, в таком-то архиве. Архив называется там так-то. Больше ничего мы можем не указывать. Создали источник. Делаем из него цитату. Допустим, это метрическая книга, то есть достаточно высокая вероятность. Указываем, что листы такие-то. Приводим расшифровку нужной записи. Можем сделать ее очень красивой. Если нам по какой-то причине надо поменять шрифт, сделать цвет фона, ставим галочку, чтобы она именно такой осталась. И если бы это была не расшифровка, а, например, исследование, то есть какая-то информация, которую родственникам мы не хотим предоставлять и не хотим, чтобы она попала в отчеты, ну, например, это какая-то наша техническая информация, ставим приватная. Все, никто больше не увидит этого, кроме вас. Но у нас это расшифровка. В галерею добавляем изображение. Здесь еще сложного показывать не буду. Обратите внимание, что можно кадрировать изображение. Если это фотография, то можно выбрать нужную область. Атрибуты можно тоже менять. То есть можно написать, например, здесь шифр дела и добавить его. Можно добавить, если это у нас в целом источник называется метрический по такой-то церкви, но мы хотим год метрической книги указать, указываем. Таким образом мы знаем все про этот источник. У нас есть расшифровка, у нас есть изображение здесь, видите, сразу подсвечиваются эти поля. У нас есть точный шифр, год и название, что это метрические книги по такой-то церкви, которые хранятся. Мы уже можем здесь вот посмотреть в таком-то архиве. То есть все данные у нас внесены. Рекомендую много в события не вносить, а дублировать, если что-то вносите в события, дублировать обязательно во вкладке «Персона», потому что так это попадает в отчеты более наглядно. То есть любые заметки могут попасть в отчеты, но вы, если хотите, чтобы они были на виду, прямо связывались с вторым уровнем после «Персоны» в отчетах текстовых, то лучше сделать это так. Заметки тоже сюда можно дублировать, либо создавать заново. Вот. Если мы вносим женщину, то всегда возникает вопрос с именами. Точнее, с фамилиями. В данном случае у нас будет основной фамилия в браке. Вот здесь тип – это то, как будет отображаться в списке. Если мы хотим, чтобы в списке женщины сортировались по их фамилии после замужества, то тогда мы выбираем в браке. Здесь у нас фамилия принятая. И можем добавить вот так вот девичью фамилию. Вот она по рождению. Но поскольку тип у нас в браке, главное стоит принятая фамилия. Все остальное, в общем-то, ничем не отличается от мужчин. Как мы создаем семью? Мы выбираем здесь отца. Выбираем здесь мать. Если по какой-то причине, типа отношения, если по какой-то причине вы много опираетесь на семью, например, у вас дворянская семья, вы исследуете всех сиблингов, не обязательно только прямых ваших предков, но всех его братьев и сестер, постоянно обращаетесь к одной и той же семье, то имеет смысл сюда дублировать и больше добавлять цитат и заметок по семье. Потому что часто в документах, например, отображаются и братья, и сестры. А если вы вносите только одного человека или вносите многих, но важен вам только один, то, конечно, лучше сюда не тратить время на то, чтобы здесь заполнять сведения. У грамс такая особенность. Она очень вариативна и, по сути, подстраивается под вас. То есть она не скажет вам, что делать. Если вы будете заполнять здесь все поля, то вы сойдете с ума. Нужно смотреть на то, что вам нужно, и брать это от программы. Поэтому она подходит больше для опытных пользователей или тех, кто хочет сильно вовлекаться в процесс этой работы. Если вы обнаруживаете какой-то баг, вот у меня, например, они часто бывают, потому что версия нестабильная, у вас выскакивает сообщение об ошибке. Сейчас я не могу его симулировать, потому что я не знаю, где у меня выскочит ошибка. Пишите, там есть такая функция «Заполнить отчет». Заполняйте, и он отправляется на сайт, на котором вам разработчики помогут его исправить, вернее не вам, вы просто их сообщаете разработчикам, что есть такая проблема. Они тестируют на своих компьютерах и добавляют обновление уже в новую программу очень быстро, буквально за неделю. А исправили очень важную для меня критическую ошибку, и я очень довольна. Обещала сказать про то, как отображать имя. Вот здесь в отображении нужно задать формулу, здесь нажать «Редактировать», «Добавить» и задать формулу, которую я вам напишу в описании. Ее можно, конечно, основываясь на этой справке, изобрести самостоятельно, но удобнее использовать ту, которая уже готова. В настройках много что можно изменить, но я думаю, с этим вы справитесь сами. В пятой версии резервное копирование делается автоматически, а в четвертой лучше делать отдельную резервную копию. Но если вы ее не сделали, и у вас каким-то образом полетел комп, и вы потеряли все данные, если у вас есть возможность восстановить, вам нужно восстановить одну папку на диске «С», куда автоматически сохраняются все древа с этой программы. Если вы ее восстановите, ваше древо будет в целости и сохранности даже без резервных копий. То есть в этом плане у меня действительно была такая ситуация, у меня полетел комп, мне пришлось восстанавливать древа, я восстановила их не из резервных копий, потому что я их не делала, так часто, как нужно было, и восстановила вот из этой программы, по тому адресу, где у этой программы хранились база данных, этого было достаточно. В пятой версии, к счастью, они автоматически в настройках можно задать, чтобы делалась резервная копия. Все данные сохраняются автоматически, если вам они не нравятся, ваша сессия не удалась, вы просто отказываетесь целиком от сессии и выходите. В местах обязательно добавляйте данные, можете скопировать их из Яндекс.Карт, например, сюда, и они автоматически встанут в широта и долгота, потому что потом у вас сформируются автоматические же карты, вот здесь географическая, очень удобно которой пользоваться. И потом, когда вы будете формировать его подсчет, основная, все-таки, конечно, плюс этой программы, это возможность сформировать очень хорошо работающий отчет, полноценный, буквально одним кликом мышки, в виде сайта, в котором будет вся ваша база данных, включая источники, изображения, динамическое древо, такое же, как вот здесь, но немножко по-другому выглядящее, но оно будет таким же, вы сможете перемещаться по нему, сейчас не могу показать, потому что только три человека внесено. Но давайте попробуем, где у нас тут, а мы не создали ребенка, но создадим любого ребенка, допустим, чтобы было немножечко побольше сведений, и вот здесь вот в графиках, то есть вот, собственно, то, что я кликаю мышкой и могу передвигаться, то же самое можно делать в форме в подсчета, причем этот сайт, естественно, будет у вас на компьютере, и на компьютере тех, кому вы его передадите, и вам не нужно будет его выкладывать в сеть, ваши данные будут в сохранности.